Привет, у нас в гостях Паша. Человек, который у нас вчера прошел практику и у него есть интересная история с нашими комментариями, которая может пригодиться вам в вашей жизни. Собственно, и нами Паша. Паша, сколько тебе лет? 25. Паша, ты откуда? Я с Барнаулу занимаюсь продажей очков. В Барнаул человек подает очки. И, собственно говоря, ты у нас прошел тренинг. Об этом ты еще расскажешь, какая история произошла и чем она для тебя именно оказалась такой, скажем, поучительной. Что у тебя в голове сложилось после того, как ты в ней побывал? Скажи вкратце просто, что это история. Помимо того, что Паша достаточно активно выполнял упражнения, к нему не было особо никаких даже вопросов. Ну, там, как правило, случаются какие-то яркие эпизоды. Вот Паша сейчас расскажет, чуть погромче, Паша. Ну, самый яркий эпизод у меня был, это когда на третий день уже заканчивая практику, что познакомился с девчонкой и сразу же после встречи, знакомства повел ее на свидание. То есть посидели кофе попили, она рассказала, откуда она, зачем приехала и ей нужно было уезжать уже домой где-то. Билет был куплен уже, через два часа поезд должен был отправляться. Ну, я думаю, ну, значит, мы судьба. Прихожу, уже время было как раз ближе к концу тренинга. То есть Паша успел на вечерний разбор, все-таки, потому что Паша человек ответственный. Вот, вы распрощались, ты ее отправил, она тебе, что ты ее трогал и нет, расскажи. То есть мы просто знаем эту историю чуть подробнее, как Паша трогал за уши на какие-то еще места. Ну, более подробно. В принципе, сидели, общались, рассказала, что она борьбой занимается, музыкой. Интересный момент произошел, что, думаю, блин, а у борцов уже, по сути, уши сломаны. Ну, они были не так сексуальны, как она все-таки. Мы потом проверили, убедились, что она человек. Да, я потрогал, проверил, вроде бы, то есть на месте глянул, рассмотрел, посмеялись. Ну и думаю, ну и все, значит, надо заканчивать. То есть смысла нет времени терять. То есть еще разбор, думаю, лучше послушать полезную информацию, что пригодится на будущее. Придя на разбор, рассказываю эту историю, а Вова говорит, что бы ей не написать и не предложить выйти с поезда и просто провести свидание, что я мог заплачу за нее на следующий день за билет. Ну да, исходя из того, что Паша нам рассказал, мы подумали, что так обычно и случаются фасты. Все самое хорошее случается спонтанно и неожиданно, и исходя из качества их общения, мы предложили, чтобы он сделал что-то, чтобы она осталась. Почему момент заплатить за билеты любители брызгать слюной, орать оленей, не оленей, то есть как бы человек делает это для себя, то есть момент про позицию снизу или про позицию сверху, чтобы женщина, которая ему понравилась, осталась здесь. Вот это нормально, купить девушке билет на поезд. В итоге мы предложили Паше такую авантюру, и он согласился, да? Ну, мы предложили, то есть начали заниматься уже другим человеком, а я думаю, а чего бы не попробовать, это своеобразный опыт, в принципе. Какая разница, что я напишу, я не увижу, да, если она проедет, либо она просто уедет, и я, в принципе, ее так же не увижу никогда. Думаю, почему бы не попробовать, интересно посмотреть на реакцию. Пишу и сразу же, какой ответ, ты серьезно, то есть... А что ты написал в двух словах, что... Да я даже могу почитать, ну, можешь, прочитай и так сказать. Ну, вкратце, что я написал, то есть, слушай, привет, у меня есть хорошая идея, я хочу тебя увидеть, давай, ну, с тобой увидимся, если что, завтра эти поезд оплачу, то есть сегодня проведем нормально полноценное время, пообщаемся, попьем чаю, ну, и сходим куда-нибудь. Она такая, ну, ты точно, типа, серьезно? Я говорю, ну, да, серьезно. Она, блин, это как-то странно, мне это нравится, короче, говорит, я понимаю, что будет. Ну, я говорю, все, тогда спрыгивай быстрее, пока не уехала, и подходи к торговому ряду, вот, где мы проходили как раз все занятия. И все, там как раз уже... Ну, у нас закончился, да, разбор, мы отпустили Пашу, то есть, в таких случаях можно говорить, что если, ну, я думаю, что Паша говорил что-то подобное просто, здесь он скромничает, можно говорить, что все самое хорошее случается спонтанно, неожиданно, так было круто, живем один раз, там, давай, вписывайся, я там все беру на себя, всю техническую сторону, то есть, ну, тебе будет где ночевать, там, не знаю, там, сниму тебе номер, я куплю тебе билеты, то есть, как бы, ну, и это реально работает, если вы понравились, ну, это обназначили за то, что Паша зацепил чем-то, и что девушка, ну, по характеру такая же, там, монтюрная, как и он, поэтому они совпали. Ну, что, Дев? Ну, что самое интересное, даже по человеку невозможно сказать, что у него в голове, даже когда ты сидишь, общаешься, пока ты что-либо не предложишь, если ты будешь, допустим, молчать и ничего не говорить и не действовать, ты, в принципе, не узнаешь, какой человек, даже если вы будете говорить о чем угодно с ним. Это только потому, что некоторые ждут каких-то сигналов, там, типа намеков, чтобы, а иногда, иногда их, почти всегда их нету просто, сидит она и сидит. Даже любая самая тупая идея, которая будет казаться для тебя в голове, и если просто озвучить, она может, на самом деле, быть той идеей, которую она, допустим, ждет и желает. Вы встретились, куда вы пошли? Ну, мы встретились, получается, в торговом ряду, то есть, решили сразу посмотреть, то есть, там, гостиницу или билеты, чтобы подготовиться, чтобы, ну, ей спокойнее было. Ты, как ты это преподнес, что эта гостиница, как бы, для нее, да, получается? Да, я преподнес, что гостиница для нее, то есть, я не вопрос сниму, а когда уже билеты брали, я говорю, слушай, ну, походу, я с тобой буду, потому что у меня уже все, время закончилось, типа, ехать, я на улице жить не останусь, правильно? А она спросил, куда тебе ехать, что-то? Я сказал, да, то есть, на конец города, то есть, в Кимке, то есть, я уже просто физически не смогу туда уехать. Я говорю, просто, как она отнеслась к этому, что ты говоришь, по ходу дела придется с тобой? Ну, в принципе, положительно. Не было какого-то, там, типа, что? Нет, типа, что ты, нет. А какого-то, типа, там, ну, ты же, там, будешь себя хорошо вести, когда? Да, это было сразу, сходу, говорит, я не знаю, что ты, там, на вечер себе напридумывал, то есть, ничего такого не будет. И это повторялось буквально каждые полчаса. Ну, я это, ну, ты, понимая, уже, пройдя тренинг, понимаешь, зачем? Ну, я понимаю, да, да, конечно, блядь. И, там, все, я думаю, блядь, а почему бубина, то есть, не взять, ну, не посидеть, не расслабиться, то есть, и скрасить обстановку. А когда вы уже начали перемещаться в гостиницу, ты дает его с ней на свидание, что делал, там, трогал, целовался, нет, не было? Нет, не целовался, трогать, в принципе, ну, более такие социальные, допустимые, в момент, то есть, уши, там, какие-то своеобразные подколы, то есть, подковырки, а вот так, что, там, допустим, коленки в пирожок есть, то есть, такого не было. То есть, мне и было, в принципе, удивлено, что, почему я это не делал, в первую очередь, особенно свердил. А почему ты это не делал? Ну, честно говоря, не знаю, как-то со стороны, казалось бы, ты знаешь, интеллигентная девочка, что такая, прям, паинька. Это, кстати, еще один важный момент, который у многих там возникает. Когда мы спрашиваем, допустим, если же, там, человек пригласил домой девушку и ничего там себе не стал делать, не решился, вместо того, чтобы сказать самого себе правду, мы-то понимаем, как это выглядит на самом деле, что я не решился, я, там, не голосал, может быть, побоялся, что сделал что-то лишнее. Некоторые ребята начинают говорить, что просто она такая воспитанная, такая интеллигентная, да, то есть, как бы, и на это можно сказать, что, если человек считается интеллигентным, что, то есть, он сексом не должен заниматься, что в туалет он не ходит, или, там, пожрать не любит, может быть, там, винца прибухнут, то есть, как бы, это никак не противоречит тому, что человек интеллигентный. Вот, вот ты, Паша, я это слышал на тренинг, все равно немножко на это поймался, как бы, потому что она интеллигентная, ничего не надо. Да, я по факту поймался, когда вот первое знакомство, то есть, вроде бы, внешне-то ей пообщается, вроде бы, культурно, там, музыка, художественная школа, там, ну, типа, не докопаться, то есть, не развязная, а по факту, в итоге, вы поехали в отель, она, что делала, повторяла, что там ничего не будет. Да, что ничего не будет, думаю, ё-моё, с незнакомым мужчиной, как так, подруге, да, я говорю, какой незнакомый, мы уже с тобой сколько общаемся, тем более, сама, типа, посуди, ну, беспроста же, допустим, я шел, не в ту сторону. Вы пришли в отель, что дальше было? Ну, придя в отель, открыли вино, то есть, разлили, я, правда, штопор сломал, руку поцарапал. Руку сломал, штопор поцарапал. Да, и это, то есть, сидим, общаемся, то есть, я, ну, сел рядом, то есть, одноместная была, ну, специально снял. Ну, в смысле, одна большая кровать? Нет, небольшая, наверное, размером, как с шириной со стола, ну, то есть, именно, прям для одного человека. Как так? Ну, там-то за отель такой. Ну, подсэкономил, что-то. А, ну, ладно. Ну, и тем более, не хотел... А как я в своём спать на одноместной, то есть, там вас на ресепшене не спросили? Нет, на ресепшене вас об этом не спросили. А спрашивали, я говорю, да нам вот чисто, ждём поезд, чтобы уехать. А, типа, перекатываться, да, спать не будет. Ну, и что по факту, то есть, там спинка своеобразная неудобная, то есть, деревяшки идёт, когда облакачиваешься, ну, капец неудобная. Я говорю, слушай, мне так неудобно, давай по-другому сяду, отобрал у неё подушку, за спиной, короче, и хладу её себе. Ну, и начинаю своеобразно погладить, то есть, паутинку делать, раз, что это такое, раз, проведу. И, то есть, наращивая киноэстетику, но она чересчур очень быстро нарастилась, то, что я трогать могу, а вот лезть в какие-то недоступные места, ну, было тяжеловато даже, то есть, снять с ним даже уже самое... То есть, ты пытался, и она не одна сопротивление? Да, сопротивление сильное было. Ну, и в итоге, чтобы сейчас в порно подробности не рассказывать, как бы, в конечном итоге у вас получился кекс. Да. И получается, что... Что ты про это можешь сказать вообще? То есть, как это, что ты, получается, познакомился с девушкой, решился снять её с поезда в этот же вечер, как бы, произошла такая история? То есть, почему мы на этой истории застряли внимание? Потому что, ну, такое время от времени бывает. И, как бы, ключевое, оно может быть с вами вообще легко, если вы себе будете эти вещи, как бы, позволять. Ты когда, вот, ну, с поезда, ну, как бы, вот эта идея нам пришла снять с поезда, у тебя какие мысли были вообще? Как раз я хотел перебить, сказать вот по поводу каких мыслей. Я думаю, ну, идея хорошая, но я подумал, блядь, какая-то, наверное, херня полная. То есть, ну, попробуй, думаю, стоит. Почему? Потому что так не бывает. Как будто не бывает, да. То есть, ну, это даже не верится. И когда я, то есть, писал, и она говорит, да, хорошая идея, ты точно уверен? Думаю, напишу, нет, один херн никто не проверит. Ну, думаю, а что бы, нет, не попробовать. Короче, отвечаю, да. Ну, говорю, все, выпрыгивай быстрее, пока он не тронулся. Давай, иди бебилок. Ну, смысл этого какой? Смысл я охерел. То есть, я, у меня шаблон и стереотипы просто, ну, стерлинг. То есть, а дай-ка я попробую, несмотря на то, что думаешь, типа, что все в голове, думаешь, что не получится, оно раз и может получиться. Если ты не предлагаешь, не пробуешь, оно точно не получится. Это факт. Почему тяжелее общаться с женщинами, чем получать отказы в продаже? Потому что Паша работает, скажем, в активных продажах. То есть, он прям непосредственно к клиентам приходит, с этими очками и предлагает его вкупить и говорит, что они им нужны и так далее. Чему в продажах легче, а здесь сложнее? Ну, продажи сейчас еще добавлю по поводу них. В продажах, как своеобразный опыт, если человек занимается какими-либо продажами и просто думает по себе, что он не может знакомиться, на самом деле это вообще ложная информация, база закладывается. Но в чем суть? Именно отличается чем, что возражение, да, ты отработаешь, но первые этапы, самые такие шаги именно подойти и познакомиться. Чем отличается, когда ты заходишь, продаешь какой-то определенный товар человеку, ты продаешь именно товар. А когда ты знакомишься с девушкой, то есть, ты продаешь себя, то есть, свою личность и своеобразный отказ, он совершенно отличается кардинально. Ну, то есть, если у тебя не купили твой товар, ты такой шаги, ну, либо они дураки, либо, ну, как бы, они посчитали товар там не качественным, не интересным, не актуальным, а если они тебе говорят нет, то ты и есть тот товар, да, и не хочется про себя, как про товар этот, и думать, что с тобой что-то не так. Как-то так, Паша, то есть, смотри, что можешь посоветовать ребятам в рамках этого видео? Посоветовать, не знаю, как стоит приехать на тренинг, Паша, или нет? Это сто процентов того стоит, это стоит своих денег, это стоит всех, ну, эмоций, я не знаю, это и комеди-клаб здесь, это и разбор, это все моменты, которые ключевые, но самое важное, почему это стоит, вы себя просто не узнаете даже буквально после второго упражнения, которое вам дадут, то же самое Джибериш, меняешься сразу кардинально, и ты... Но это у тебя оно сработало, поэтому, видимо... Ну да, в любом случае, любое упражнение, оно прям меняет, даже любое, даже просто постоять, помолчать, оно просто меняет кардинально, и ты чувствуешь рост не маленькими ступеньками, большими шагами, и даже приехав обратно домой, я более чем уверен, ну, хана Барнаул и Сибирь. Хана Барнаул и Сибирь, да. В общем, ребята, спасибо, Паша, мы вас приглашаем на майскую практику с 30 апреля по 3 мая, 4 дня майские праздники, есть вариант поехать на шашлыки, а есть вариант поменять свою жизнь в корне, понять, что можно делать такие вещи, о которых вы раньше даже не мечтали, поэтому... Увидимся там. Спасибо, Паша. Все. Пошли вам.